В самой Одессе сегодня тоже были слушания. Меру пресечения выносили директору одесского детского лагеря Виктория. Его взяли под стражу на два месяца. Напомню, в ночь с пятницы на субботу во время пожара в одном из корпусов заживо сгорело трое девочек. В лагере не работала пожарная сигнализация. Проводить расследование сегодня же в Одессу приехала специальная комиссия с участием вице-премьера и главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Ющишин продолжит. Кто же виноват в гибели школьниц? У следователей ПК два подозреваемых, директор лагеря и его заместитель. Сегодня руководителю здравницы Петросу Саркасяну избирали меру пресечения. Не выполнил в полном обществе покладывание на него обуви, что призвело до трагичной загибели трех маловидных детей. Он могло потерпеть за собой загибель с большей количеством детей, а самих 42 детей. Суд оставил Саркисяна под стражей на два месяца, пока идет следствие без права выхода под залог. Директор лагеря не считает себя виновным и утверждает произошедшая вина чиновников горсовета. Я уверен, что все, что можно было сделать с нашей стороны, мы постарались. Но против чиновничьего произвола мы бессильные. Мы деньги не должны были заплатить. Этим занимался департамент образования городского совета. Они заключали договора. Накануне в сети опубликовали видео с камеры на шлеме одного из спасателей. Здесь видна реакция пожарных, когда выяснилось, что гидранты на территории лагеря неисправны. Мужики, с водой напряг! Гидранты есть, что дает? Что-то хлюпает. Ну, что-то хлюпает, ну, давление не достаточно. Надо, чтобы повысить. Почему не работали гидранты, пожарная сигнализация и был ли струб обработан антигорючими препаратами? Все эти вопросы сегодня подняли на самом высоком уровне. В Одессу прибыли вице-премьер-министр Геннадий Зубко и начальник службы по чрезвычайным ситуациям. Оказалось, когда здание принимали в эксплуатацию, в комиссию пожарных просто не пригласили. До склада комиссии с принятием эксплуатации будиль и споруд входят замовник, подрядник, проектувальник и подраздели державной архитектурно-будивельной инспекции. Органом державной архитектурно-будивельной инспекции предпочено возможное залучение ДСНС до этих заходов, но, на жаль, эта норма сегодня не выполняется. Зубко призвал не сваливать вину только на директора и выяснить весь круг виновных в трагедии. Теперь, после трагедии, вопросы об усилении контроля и полномочиях госслужбы по чрезвычайным ситуациям в детских учреждениях будут обсуждаться в Кабмине. А мэр Одессы в очередной раз заявил, мол, во время строительства использовали самые лучшие материалы и современные технологии. Своей вины в случившейся он не видит. Строя экологически чистые коттеджи для детей, мы изучили, как эти коттеджи, насколько вероятность пожаров, что нужно сделать, чтобы избежать это, какую сигнализацию поставить. Политическая ответственность, она сегодня нужно дать ответственность, дать оценку юридическому тому, что произошло. Политической ответственностью мы разберемся как-нибудь. Расследование уже взял на особый контроль генеральный прокурор. Сегодня полиция и прокуратура провели масштабные обыски в районном отделении ГСЧС, райадминистрации и департаменте образования Горсовета. Мы проводим тотальное изъятие документации, как проектно-инфинансово-хозяйственное, так и расчетное. По всем заведениям, которые мало-мальски были связаны со строительством, с функционированием данного заведения. Нарушения пожарной безопасности оказываются еще в начале сентября. Выявили во многих детских садах и школах области. Об этом сегодня заявил губернатор. И пообещал, что в школах проведут уроки безопасности и учения по эвакуации. В больнице же до сих пор в состоянии средней тяжести остается трое девочек. Они отравились дымом, получили ожоги и травмы. Дети идут на поправку и скоро будут выписаны из реанимации в общее отделение. Среди них Катя Ной, которая вывела из горящего здания 8 малышей. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Одесса.